Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетса, где каждый день мы размещаем конкретные торговые рекомендации и постим наиболее важные и значимые для рынков финансовые новости. Итоги вчерашнего дня. Прежде всего, что нужно отметить, так это то, что ковид окончательно завладел умами трейдеров. Мы видим это в отношении участников рынка к защитным инструментам и тотальном нежелании рисковать. Также важно отметить, что вчера даже американский фондовый рынок, который все это время, последние месяцы постоянно рос, обновляя исторические максимумы, тоже дрогнул. И S&P в моменте мы наблюдаем на уровне 4389 пунктов. Но, несмотря на это, я рекомендую вам не отчаиваться, не переживать за то, что этот индекс уйдет еще к той цели, которую ранее мы отметили, 4500. Потому что у нас впереди очень важное, возможно, даже самое важное за последний квартал и фундаментальное событие – это банковский форум, симпозиум Джексон Холли, который мы с вами разбираем, анализируем с точки зрения того, что хедлайнером там будет Джером Паул и именно на этом форуме американский регулятор реально уже, конкретно, однозначно прольет свет на планы касательно выхода из программы количественного смягчения. Что касается политики американского регулятора, то я думаю, что трейдеров сейчас даже не интересуют сроки первого повышения процентной ставки, потому что это разговоры даже 2023 в годы и позже. Сейчас участников рынка больше волнует сроки и условия сокращения программы количественного смягчения. Поэтому в каждом отчете, который мы сейчас анализируем, разбираем по американской экономике, мы пытаемся найти ответ на вопрос, достаточны ли сейчас условия для того, чтобы регулятор принял такое ответственное решение. И последует ли оно вот в самое ближайшее время. Индекс американского доллара сейчас котируется на отметке 93,42. Это фактически локальный максимум, который связан не с изменением рыночного позиционирования и ожиданий того, что будет с монетарной политикой США. Текущий рост доллара является отражением того, что участники рынка на фоне ковидных рисков просто не знают, что еще покупать. Была ранее ставка на американский фондовый рынок, но он также скорректировался. Поэтому параллельно с коррекцией американской фонды мы вчера увидели еще одну волну покупок защитного доллара. Теперь все будет зависеть от того, как станет дальше именно складываться рыночное настроение, меняться новостной фон вокруг ковида. На текущий момент мы активно следим за несколькими экономиками. Экономиками это Австралия, Новой Зеландия, США и Китай. И вот чтобы далеко, опять же, не отходить от индекса доллара и американской экономики, к сожалению, нужно говорить о цифрах, потому что цифры страшные. За последние сутки в США было зарегистрировано более тысячи летальных исходов. И статистика такова, что ежечасно в США умирает более 50 человек. И, к сожалению, это еще раз доказывает и подтверждает тот факт, что ни в коем случае нельзя сейчас недооценивать риски новых волн и разрушительного влияния на всю мировую экономику через слабость отдельных регионов. Буквально накануне, когда выступал Джером Паул, он не касался политики, монетарной политики, не старался добавить конкретики относительно того, что будет со ставками из программы количественного смягчения, но очень много говорил о понижательных рисках, которые сейчас сложились для экономики США из-за новых вспышек. И мне кажется, это своего рода подготовка нас к тому, что мы во время его выступления в Джексон Холли все-таки снова будем вынуждены услышать это. И важность в связи с этим для американской экономики пока что не торопиться с решениями, которые предполагают ужесточение денежно-кредитного курса. Поэтому до банковского симпозиума, до встречи в Джексон Холли, я буду, опять же, относиться скептически к той базе, которая сейчас есть, оправдывая именно укрепление позиций американского доллара, поскольку знаю, что если американский регулятор сейчас уже, чтобы не мы, как трейдеры, додумывали, что с политикой может быть дальше, как только американский регулятор даст конкретно, сделает конкретное заявление о том, что в ближайший квартал, а может быть даже чуть больше, программа количественного смущения останется прежней, вот в этот момент мы и увидим резкое снижение доходности американских трежерис и, соответственно, за динамикой долгового рынка пойдет и индекс американского доллара. Голман Сакс, кстати, накануне понизил прогноз роста ВВП США до 5,5%, опять же, оправдывая свое решение тем, что недооцененными ранее были риски новых вспышек и негативного влияния на экономическую активность именно в США нового штамма Дельта. Что касается золота 1780, золото здесь на фоне всего, что было сказано, также может оказаться в выигрыше, потому что золото это еще один качественный защитный инструмент и, как я отметил, при снижении доходности трежерис золото выиграет в первом порядке, поэтому цель 1800 и выше остается актуальной. Рынок нефти снижается, как мы и ожидали, другого сейчас быть не может, потому что мы говорим о росте количества заболевших. Мы говорим о том, что во многих регионах уже четвертая или где-то даже пятая волна. Мы понимаем, что даже эффективные, вроде бы как ранее казалось, компании по вакцинации, они пока что не приносят тех плодов, которые хотелось бы видеть сейчас, потому что все равно число заболевших растет даже в тех регионах, где рекордные показатели по вакцинации. Индия начала продавать стратегические резервы. Во-первых, это следствие того, что спроса на внутреннем рынке практически нету из-за того, что Индия один из эпицентров сейчас распространения инфекции. Но Индия также пытается освободить сейчас мощности, чтобы сдавать их в аренду и, соответственно, заработать на этом. Данные по запасам, которые вышли накануне, по идее в нормальных условиях могли бы поддержать котировки Brent и WTI, потому что запасы снизились на 3,2 миллиона. Но рынок этот отчет проигнорировал, потому что сейчас надо в секторе энергетики нависла угроза тотального падения спроса и последующего снижения цен. По Brent целевой ориентир 65 и ниже. Два рисковых инструмента, которые я по-прежнему продолжаю покупать, ну, из-за исключения еще и американского фондового рынка, это фунт и канадский доллар, потому что я делаю большую ставку на макроэкономическую статистику. И, кстати, завтра вот у нас данные по рыночным продажам, как по Канаде, так и по Англии. Соответственно, если завтра после выхода данных по рыночным продажам по Англии мы снова не увидим изменения рыночного настроя относительно сроков первого повышения процентной ставки в Англии, и если фунт по факту этого отчета не получит поддержку, то допускают, что в последующей неделе британец будет также в числе аутсайдеров. И с долларом канадцем такая же история, завтра только данные по, ну, тоже рыночной продаже, при этом накануне мы разбирали отчет по инфляции. Базовый индекс потребительских цен вырос до 3,3%. Это значительно выше уже целевого значения, и канадский регулятор не проводит политику инфляционного таргетирования, то есть он должен был бы среагировать на значительный рост инфляции намеком на готовность повысить процентную ставку. Но пока такого ответа от Банка Канады мы не увидели. Может быть, настроение изменится после выхода розницы. Но, опять же, если мы закроем пятницу с отсутствием положительной реакции по канадцу и с сохранением нисходящей динамики по рынку нефти, то пару доллар канадец также лучше будет уже покупать. Ну, это я прокомментирую на следующей неделе. Ну и что касается других инструментов, австралиец и новозеланец, как новые центры особого внимания к тому, как обстоят дела с ковидом, остаются в серьезном нисходящем тренде. По австралийцу цель уже 0,70, тем более, что мы знаем, что Резервный банк Австралии, скорее всего, уже не будет сокращать программу количественного смягчения в сентябре. А новозеландский доллар отреагировал на отсутствие решения по росту процентной ставки и введенный карантин четвертого уровня. Сейчас котировки 0,6853, ближайшая цель 0,67. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!